Продолжение следует... У нас сегодня среда, 23 декабря 2020 года. Поставьте, пожалуйста, по 10-балльной системе, как меня слышно. И мы начнем. Так, у нас на часах 20.06 уже. Так что, в принципе, все, кто зашли уже здесь, поставьте, пожалуйста, по 10-балльной, как меня слышно. Если надо добавить, добавлю. Если надо убавить, убавлю. Алло. Как меня слышно? Раз, два, три. Спасибо. 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 Смотри. Смотри. Спасибо. Смотри. 3 все слышу что хорошо все тогда начинаем слышно хорошо еще раз повторим сегодня 23 декабря 2020 года у нас сегодня финальная финальный вебинар в этом году то есть такой презентационный вот и мы пойдем сегодня не по стандартной схеме мы не будем делать такую большую вводную презентацию как как обычно это делаем там в течение первых 30 минут а сразу приступим к к такому подведению итогов года то есть у нас как раз конец года вот и вот так вот если оглянуться назад что же было интересного из событий за этот год вот ну и мы сейчас это все подряд посмотрим далее на добрый вечер вот сейчас мы я думаю что будет интересно потому как ну вот я сегодня перед вебинаром посмотрел немножко так про пролистал новости ну было достаточно много новостей за этот год так ну и начнем сейчас я сделаю демонстрацию своего рабочего стола и начнем смотреть в минске сегодня у нас снежок хорошая погода такая зимняя зимняя демонстрация запускается новости начать трансляцию напишите пожалуйста мы я наверное сейчас посмотрю себя насколько здесь все видно так да вижу что видно хорошо ну в общем то какая у нас я отмотал все события на год назад то есть собственно вот это у нас новогоднее поздравление с предыдущим годом вот и какие же у нас были новости за весь этот год давайте посмотрим ну и первая новость которая у нас была 1 января 2020 года это обратный выкуп и обмен на токены то есть это была очень довольно хорошая новость о том что те инвесторы которые заходили на самых ранних стадиях там 14 году в 15 году вот и подпадали подряд требований подряд параметров они смогли обратно продать часть купленных долей то есть человек когда-то инвестировал но через какое-то время он уже вернул частично свои вложенные средства это была такая акция в начале года я знаю что некоторые люди этой акции воспользовались то есть такой позитивный момент позитивное начало года служба новостей в цифрах ну здесь такая статистическая информация сейчас про нее принципе говорить нечего skyway будущее сегодня было много в течение года всевозможных репортажей вот красивых визуализаций вот но это одна из них кому интересно будет тоже может быть посмотреть потом в разделе новостей это было у нас 5 января следующая новость журнал on air новые тренды и струнный транспорт ну кто летал у нас на белавии знают что когда садишься в кресло всегда есть журнальчики и всегда очень приятно это не первая статья ну наверно по счету это уже на на 5 или даже 6 может быть 7 статья в онлайнере вот и в онлайнере принципе представляются самые интересные белорусские какие-то или разработки или места или всевозможные то есть интересности которые могут быть интересны для туристов мы всегда приятно читать садишься самолет и приятно почитать статью про у нас журнал on air новые тренды струнный транспорт следующая у нас 7 7 января фотографии закатинопарка ну тут несколько фотографий красивых зимних как у нас все красиво представлено 8 мировые новости итоги 2019 года такое совокупное тоже подведение итогов ну компания провела беларусь 2 о струнном транспорте тоже 10 января видите начало года беларусь официальные каналы белорусское тв показывает наш экотехнопарк съемочная группа посетила видим по улыбке ведущего что все очень нравится но это тоже не может не радовать видео о струнном транспорте skyway капитал тоже кому интересно потом посмотрит вот грузовой высокоскоростной городской транспорт ну и тоже интересно все это всегда смотреть инновационный дайджест событий что нового в области транспорта экологии и технологии тоже некий дайджест всегда можно посмотреть сейчас октубляться не будем дабы экономить время о струнный транспорт юницкого член московской торгово-промышленной палаты рф компания стала участником крупнейшего бизнес сообщества москвы но струнный транспорт юницкого уже не в первый раз становится такими участниками бизнес сообществ возможных вот и ну тоже естественно это позитивная новость и вот есть вот и сертификации деятельства и ну со временем компания она расширяет свои какие-то партнерства расширяет свои границы выходит на новые рынки осваивает новые какие-то палаты то есть это все нам копилочку идет копилочку компании но ее на будущие контракты 14 января виртуальный тур по экотехнопарку но это вообще такая интересная штука те кто нас уже инвесторы они уже были в экотехнопарке те в принципе своим глазами смотрели но те кто не были от нас сейчас много допустим иностранных инвесторов допустим там инвесторы из южной америки им сюда прилететь достаточно далеко ну и сейчас периоды всевозможных коронавирусов и прочего ну это просто невозможно вот а вот такой вот перед виртуальный 3d тур это очень в принципе интересно и можно погулять как будто бы ты в живую оказался в технопарке тоже можно посмотреть дальше смотрим 15 января эко технопарк skyway в центре внимания жителей пуховического района ну вот мы видим как ветераны труда пуховического района их пригласили сюда видимо на какую-то экскурсию посмотреть на транспорт будущего вот ну и судя тоже по улыбкам предполагаем что им очень понравилось и данные ветераны ну они просто марина горка находится как раз на территории пуховического района поэтому это считает на те самые местные жители которые живут мариной горке либо рядышком где-то вот и они в принципе наблюдали возможно это своими глазами но там может быть может быть рядом может по каким-то причинам они кто-то не попадал у кого-то были мысли а что такое ну вот их собрали здесь показали вот но я думаю что люди остались довольны дальше 16 января технология skyway представлена на конференции ted тоже интересная ted это международный такой ну как канал youtube youtube канал и вообще такая серия передач полу научных ну с таким с юмором вот где люди выступают в принципе даже можно сказать очень часто именно научных передач цикл на английском языке и там выступают всевозможные спикеры на разные темы и освещают какие-то интересные штуки ну вот наш исполнительный директор рассказала наши технологии в принципе рассказывал о парке в шарджи но и в том числе рассказал про технологию skyway так что кому интересно тоже можете послушать на английском хорошее выступление дальше смотрим 17 января новые презентационные материалы skyway материалов много точнее даже много много материалов презентационных не бывает вот все они хорошие то есть новые актуальные всегда мы рады их получить 20 января инновационный центр skyway в шарджи краткий фотоотчет публикуем фотографии со строительной площадки вуаэ ну естественно так как сейчас самый основной фокус идет на арабские эмираты на строительство во вратских эмиратах то было очень много новостей именно оттуда ну и люди всегда с удовольствием ждут как официальных каких-то фотографий и репортажей так и неофициальных вот сейчас кстати вот это данном случае официальный репортаж и кому интересно тоже можно смотреть дальше смотрим 21 января интересная тоже фотография мы видим что на зима была не очень прошлое вот снега немного 21 января и здесь видим что продолжают работы по строительству нового участка и данном случае мы здесь вот видим чуть чуть правее это у нас виде подковы грузовая трасса которая у нас пока еще в стадии строительства потом видим скоростную один километр и легенькая которая проектирует для швейцарии юни винт вот так что из фотографии что мы можем быть из фотографий дальше 22 января платформа 3d experience развитие модернизации рассказом модернизации программного обеспечения на службе компании разработчика skyway ну в skyway очень много всевозможных инновационных программ то есть программное обеспечение с техники самые современные станки самая современная а программа значит и что представьтесь проектировать транспортное средство но это это очень сложно то есть то есть тут километры проводов это куча датчиков это металл это болты это всевозможные соединения все должно быть идеально подогна то есть где то то есть малейший зазорчик это уже некрасиво то есть все должно быть идеально подогнано, и вот эти все конструктивные, конструкция вся эта, вся эта 3D-модель, вот как раз-таки при помощи 3D-экспириенс все это у нас инженерами разрабатывается. И чем она хороша, насколько я знаю, даже небольшое изменение в конструкцию, оно влечет сразу же автоматическое изменение всех сопутствующих деталей, которые находятся рядышком, и поэтому конструкция, ну, то есть ее проще моделировать, и она автоматически сама меняется. Дальше, 23 января Halei Times и Gulf News развитие проекта SkyWave Oae. Представители SkyWave Green Tech поделились формацией с зарубежными СМИ. Ну, как я уже сказал, да, было Арабские Эмираты у нас в центре событий в этом году были, вот, ну, и здесь вот мы видим, что уже это фотографии оттуда, из Эмиратов, вот мы видим тут наш специально адаптированный под жаркие условия Unicar. Ну, и, собственно, были какие-то некие новости. Интервью, ну, естественно, генеральный разработчик Анатолий Дарьевич Юницкий, он всегда старается держать на вскурсе, и вот в данном случае у нас 24 января было интервью с генеральным конструктором, он осветил, в принципе, планы на год. Планы были одни в начале года, вот, потом со временем они поменялись, по тому, как они поменялись, в принципе, у всех. Вот, ну, вот, тоже, кому интересно было посмотреть, оглянуться назад, такой флешбек, посмотреть, что же все-таки планировал Турь Дарьевич, можно это сделать, посмотреть в этой новости. Новое офисное здание, 27 января, как видим, новостей много, вот, 27 января новое офисное здание, это уже третье, третье по счету здание, которое у нас появилось. Одно из них было на Дежинского, второе на Чебетарева, сейчас уже здание на железнодорожной. Вот это здание, оно девятиэтажное, полностью в собственности, там больше 10 тысяч квадратных метров помещений, то есть, ну, так как компания сейчас довольно быстро растет, людей постоянно, ну, все больше и больше, уже больше тысячи человек инженеров работает в компании, и, ну, нужно где-то размещать, поэтому, ну, допустим, на Дежинского размещались где-то в арендных площадях, вот, но там такой проходной двор, там большой бизнес-центр, проходной двор, и, ну, не очень удобно было работать. На Чебетарево хорошее здание, но оно оказалось маловато, вот, ну, и в итоге, получается, переехали вот в это девятиэтажное, большое, хорошее, с прицелом уже на будущее, вот, и оно оказалось полностью в собственности, за устроенной технологией. Ну, и собственности, в общем-то, всех инвесторов, которые принимают участие в проекте. Дальше, Skyway, 28 января, Skyway, новые публикации в СМИ и социальных медиа. Ну, опять же, Skyway гремит в Объединенных Арабских Эмиратах, новые публикации, новые репортажи, это всегда радует. Дальше, 29 января, InnoTrans 2020, будущее транспортной мобильности. И вот как раз это тот, тот самый, ну, не ежегодный, но он проводится каждые два года выставка в Германии. Вот, на ней мы участвовали в 2016 году, в 2016 году участвовали, в 2018 году мы участвовали. Ну, и все наши модели, которые появлялись, то есть, в первом случае, в 2016 году это был Unibus и Unibike, тогда это был тоже колоссальный фурор. фурор. В принципе, наверное, на нашем стенде были больше всего просто народу, чем где бы то ни было. Вот, это в 2016 году. В 2018 году был еще больше фурор. Вот в этот момент компания представила скоростной Unilead на обозрение 500 километров в час. Вот, и это тоже был такой большой, достаточно большой фурор. И должна была быть следующая выставка в 2020 году тоже в сентябре в Берлине, но мы, ну, как бы уже забегая вперед, мы знаем, что эту выставку в итоге из-за пандемии ее просто перенесли. Поэтому в 2020 году, уже так забегая вперед, мы в этой выставке не поучаствовали. Дальше смотрим. 31 января делегации из Монголии в экотехнопарке Skyway. То есть в экотехнопарке, наверное, уже делегаций было, ну, наверное, не меньше 30 с разных абсолютно концов света. Ну, вот видим, что монголы 31 января, в разгар зимы, тоже приехали посмотреть на нашу технологию. 5 февраля. Новые инструменты в арсенале компании. Совершенствуем платформу 3D Experience. Ну, видим, что к совершенству нет предела. То есть программное обеспечение, мы где-то, может быть, докупать какие-то модули, что-то, может быть, дорабатывается программистами, программируется. Вот. Ну, и здесь тоже можно посмотреть на экранчиках. Видно, как, вот, я так понимаю, что зелененьким и красненькое. Это где-то здесь рассчитываются какие-то напряжения на данную петлю. Вот. Ну, вот тут идет также и какое-то моделирование в салоне. Поэтому очень довольно, ну, функционал очень серьезный в этой программе. Дальше смотрим. 7 февраля. Интервью с консулом Монголии в Республике Беларусь. Ну, это, видимо, та же делегация. Вот. И, ну, здесь тоже можно послушать, что же они тут узнали интересного и так далее. 10 февраля. Статья о SkyWay в специализированном издании. Ну, вот, очередная публикация. SkyWay в центре внимания. Запуск криптоплатформы SkyWay в пилотном режиме. 10 февраля. Ну, все мы знаем, что помимо, помимо долей, которые инвесторы приобретают взамен на финансовую помощь, также еще развивается параллельно криптоплатформа, которая планируется к запуску, наверное, в 21, может быть, в 21 году. Вот. И, ну, она там тоже будет у меня какие-то свои особенности, где-то и в том числе и как инвестирование она будет возможна. И в том числе эта платформа, она как, ну, как расчетная единица для будущего транспортного комплекса. То есть люди, заходя в транспортный подвижный состав, смогут каким-то образом через блокчейн рассчитываться за свои поездки. То есть это такой, ну, тоже, ну, будет прикладной характер. 15 февраля Skyway in brief, вкратце. Ну, вот Михаил Кириченко, он дает какие-то краткие, тоже подводит итоги. Вот. И кому интересно, ну, это, в принципе, тоже, что я сейчас перечислил в таких вот репортажах, Михаил Кириченко подробнее там останавливается. Кадровый потенциал Skyway. 18 февраля 2020 года. Основа новой отрасли экономики. Почему генеральный конструктор Анатолий Юницкий оценивает инженеров, разрабатывающих транспортную и инфраструктурную технологию Skyway в минимум в 2 миллиарда долларов? Обратите внимание. То есть почему генеральный конструктор оценивает инженеров, разрабатывающих технологию в минимум в 2 миллиарда долларов? Вот. Это на момент 18 февраля 2020 года. Иногда спрашивают, какая у вас капитализация, сколько стоит ваш проект? Ну, я думаю, что вот эта статья, не думаю, я читал эту статью, это очень хорошая статья. Вот. Поэтому, кто хочет почитать про вообще организационную структуру компании, про инженерный потенциал, про оценку, про сравнение с другими отраслями, вот эту статью рекомендую к прочтению. Очень. Ее писал лично Юницкий. Вот. Очень. Поэтому рекомендую к прочтению. Дальше. 20 февраля. Транспорт как искусство. Ну, тут визит белорусско-немецкой делегации в Экотехнопарк. То есть, ну, мы были вьетнамцы, вот приехали уже немцы, да. И транспорт как искусство тоже, видите, с разной граней рассматривается. Степень готовности эко-дома в Шарже. Интервью с руководителем организации строительства Зайко. Ну, что можно сказать про этот дом? Дом этот сделан деревянный, что уже является ну, такой прям особенностью. Потому что это первый, первый, первый деревянный дом в Объединенных Радах и Эмиратах. Потому что там, в принципе, запрещено строить деревянные дома. Вот. Но наши энтузиасты, наши инженеры, они смогли договориться с руководством этого региона. То есть, я знаю, что там были сложности, ну, сложности были с этим. Вот. Договорились на строительство именно деревянного дома из деревянного бруса. То есть, ну, у нас технология эко. Поэтому, ну, просто мы не могли строить из другого. И, в принципе, это удалось. Поэтому тоже интересная новость. Дальше. Анатолий Ленинский среди выдающихся лидеров тысячелетия. 24 февраля. Есть такой журнал. По-моему, он, наверное, выдается ежегодно. 100 выдающихся лидеров России. И вот Анатолий Ленинский попал в эту красную книгу. Вот. Наряду с Владимиром Путиным. Наряду с их митрополитом. Не помню, как его там зовут. Все Руси. И в том числе там были такие люди, как Николай Дроздов, наш ведущий детских передач. Ну, и в том числе Анатолий Ленинский, как разработчик инновационного струнного транспорта. Кому интересно, тоже посмотрите. Прекращение сотрудничества с НЭМИ. Ну, были также некоторые расставания с некоторыми из партнеров. То есть, технологию у нас финансирует несколько фондов. Вот. А с одним из них было как раз прекращено сотрудничество. Дальше. 27 февраля. Интервью с Анатолием Ленинским в Дубае. Вот. Тоже в новом офисе. Был снят репортаж. Вот. Михаил Криченко и Федорович Ленинский поговорили про перспективы в этом регионе 27 февраля. Кстати говоря, как раз вот это было накануне всемирной такой попадения рынков, фондовых рынков. Ну, помню, начался 23 или 24 февраля. Вот. Как раз это вот было на самом-самом краешке. Дальше. Онлайн конференция. Ну, одна из конференций, которая проводилась тогда. Дальше. Это какие-то итоги уже проводились. Обновленный сайт инженера Юницкого 24 марта. То есть, Анатолий Ленинский проводит ребрендинг. Открывает два новых сайта. Это юницкий.ком. Юницкий.ком – это сайт головной компании теперь. И юницкий.инженер. Это сайт о нем, как в инженере, о его наработках, о его истории, о его трудах, все его труда. Все это вот на этом сайте. Новый сайт, красивый. Вот, можно смотреть. Дальше смотрим в обращении Михаила Максима и Сыпа. Юницкий. История человека. Ну, я пропустил Максима, потому как это у нас... Я сейчас новости беру из сайта головной компании. Вот, к Skyway Capital он не сильно имеет большое отношение, поэтому я его пропущу. Юницкий. История человека, инженера и изобретателя. 6 марта. Полнометражный документальный фильм об авторе струнного транспорта. Ну, о Юницком снято уже много фильмов. Ну, один из них можно также посмотреть. Дальше. 9 марта. Представляем сотрудников Skyway Green Tech Company. Ну, тоже определенное знакомство было с... с... теми людьми, которые находятся там, в жаркой нашей... в Шарджи. Ну, и здесь была тоже серия репортажей с ключевыми людьми. Так. 11 марта. Углубление и сотрудничество Skyway с Гуру Триз. М. Триз. Тоже очень интересный человек. Михаил Орлов. Он является давним-давним другом Анатолия Юницкого. Они вместе... Ну, вот, когда еще... Анатолий Юницкий занимался наукой. Ну, в принципе, он сейчас занимается. Ну, вот, на ранних стадиях они вместе с ним там пересекались, какие-то писали тоже совместные монографии. Вот. Ну, и сам Триз. Это теория решения изобретательских задач. Это очень такой фундаментальный труд. И он как раз-таки... Это такая теория, ну, которая позволяет по-другому взглянуть на какие-то задачи. Вот. Есть задача сделать, ну, что-нибудь. Вот. И Триз, он... Это такая наука, которая позволяет это что-нибудь сделать не одним способом, а там пятью способами, десятью способами. И в итоге найти идеальное, самое простое решение. И, кстати говоря, технология SkyWay, ну, кто читал книги Юницкого, он как раз-таки через Триз, он нашел то самое идеальное транспортное решение. То есть он не стал совершенствовать уже что-то существующее. Он просто представил, каким должен быть транспорт идеальным. Вот. И вот этот как раз-таки Триз, он использовал тоже при... Ну, как изобретении SkyWay дорог, так и изобретении SpaceWay для космоса. Дальше. 13 марта 2020-го. Встречайте представителей главного подрядчика. Ну, это одна из... Один из репортажей. Оттуда из Эмиратов тоже, ну, люди, которые там занимаются строительством. 16 марта. Об условиях работы в SkyWay GreenTech. Ну, тоже еще один репортаж. Кому интересно, можно посмотреть. И вот как раз-таки тоже я сейчас рассказывал про Триз. Вот. И здесь мы видим огромный большой тренинг для инженеров. Видим, что вот их тут собрали, чтобы, ну, расширять их сознание, как решать, как подходить креативно к решению сложных задач. Вот. Ну, и переход от теории решения... А, вот. Ну, переход от теории решения изобретательской задачи к их практике. Очередной тоже тут репортаж недельный. Дальше смотрим. Инвестиционное предложение пакет года. Да. Ну, мы все знаем, что в этом году из-за пандемии для инвесторов несколько были улучшены условия входа. Вот. И если дисконты были где-то в районе, ну, там, 30-40 дисконт, даже где-то 25, то весной было принято решение улучшить для инвесторов. Ну, потому как всем, в принципе, тяжело. многие компании вообще закрылись. Вот. Ну, и инвесторам сделали такой подарок в виде улучшенных условий для инвестирования. И были фактически в три раза были улучшены условия. То есть, с 30 до дисконт, до 100. 23 марта Skyway не останавливается. Интервью с представителем консалтинговой компании в Шарже. Ну, тоже это продолжение репортажей с людьми в Шарже. 25 марта. Анатолий Юницкий, не надо думать, что мы не видим, что происходит. Генеральный конструктор Skyway о коронавирусе. Как раз-таки актуальная тема на конец марта. Плагиатия и участие в Экспо-2020. Ну, естественно, когда поднялся вопрос о пандемии, тоже встал вопрос о всех выставках, которые... То есть, в принципе, все отменилось. И немецкая выставка, и Экспо-2020 в Дубае отменилась, которого очень долго ждали. Ну, наверное, все, что не делается, делается к лучшему. Поэтому... Ну, Экспо-2020 все перенесут, в принципе, на 2021 год. Поэтому всего этого ожидаем теперь в следующем году. 30 марта 2020. Хусейн Аль-Махмуди. Я считаю, что дела идут очень хорошо. Вот. Так как мы предполагали, планируюсь руководством вашей компании. Хусейн Аль-Махмуди, директор научно-исследовательского технологического парка Шаржи. Наш... Один из наших, да... первых наших лиц, которые там продвигают... Это вот директор как раз-таки парка Шаржи, вот, который выступал на ТЭП, ну, и который горячо поддерживает нашу технологию. Так что, подведение новости... последние новости об Экспо-2020. Ну, и здесь как раз-таки было предложение отложить мероприятие на один год позже. Джоэл Майкл. Между ОАЭ и Skyway установили очень хорошее сотрудничество, и я рад стать частью этого предприятия. Вот, ну, здесь тоже представляют еще одного сотрудника Skyway GreenTech. публикация в «Звезде». Разговор о звездах. Ну, это тоже статья. Статей на самом деле было много. Вот, очередная статья в газете белорусской, газета «Звезда». Вот, самое лучшее место для космического мусора это Солнце. Ну, здесь имеется в виду про уничтожение мусора, то есть Солнце как... Ну, кому интересно, почитайте, как термоядерный реактор. Дальше. 10 апреля 2020 года видеоблок Анатолия Юницкого по случаю частичной самоизоляции. Ну, когда началась весной вся эта эпопея с изоляциями, Анатолий Юницкий вынужден был вернуться в Беларусь. Ну, и, в принципе, я думаю, что он хорошо провел это время, находясь в Мариной Горке, как раз в этой технопарке. Здесь, ну, и здесь, видите, времени тоже зря не терял, с удочкой дописывал некие репортажи. 13 апреля началась серия ответов на вопросов инвесторов, как раз-таки, да, довольно актуально, люди беспокоились, что происходит, как быть в условиях новой реальности пандемии, то есть, что и так далее. Анатолий Юницкий записал целую серию, по-моему, из 13-ти или из 14-ти вопросов и ответов, чтобы, ну, было понимание людей, куда мы движемся и какая сейчас ситуация. Это второй вопрос, да, второй, тридцать, четвертый, пятый вопрос и так далее. Шестой вопрос, седьмой, восьмой. Тоже рекомендую, те, кто особенно, новички, рекомендую пересмотреть эти видеоблоги, они очень такие понятные, от первого лица и, ну, на очень многие моменты проливают свет. Раван Марваха, мы осуществляем внедрение настоящей инновации в мировом транспортном секторе и я очень рад быть участником этого предприятия. Ну, вот видите, какие позитивные отзывы идут от наших сотрудников в ШАДЖе, поэтому это очень приятно. Шанс для выпускников вузов получить работу в Skyway. Зава струнной технологии приглашает выпускников вузов принять участие в ежегодном конкурсе выпускных квалификационных работ. Тоже интересный был хороший шанс для тех, кто пишет дипломные работы. Кстати говоря, я свою дипломную работу в 2018 году защищал, но я свою работу тоже туда на конкурс отправил. Первое место не занял, но благодарность от компании не получил. Дальше смотрим 28 апреля 2020 года Юникар стал роботом. Какова роль искусственного интеллекта в струнном транспорте и можно ли доверить человеческую жизнь электронным мозгам? Ну, как видим, сейчас в принципе везде искусственный интеллект проникает. Ну и естественно наш Юникар это транспортное средство без водителя, поэтому без искусственного интеллекта здесь ну никуда. То есть и должно быть и зрение, компьютерное зрение, и должен быть и компьютерный слух, и должно быть огромное количество датчиков, и должна быть программа, которая будет просчитывать маршрут отправления, ну без искусственного интеллекта конечно же никуда, поэтому тоже он тут у нас есть. Очередной видеоблог Анатолий Юницкого 1 мая 4 мая разработана новая концепция прислонно-сдвижных дверей для подвижного состава. Ну видите, тут постоянно идут совершенствования, то есть в данном случае вот показывает дверь. Передача Skyway на главном канале Белорусского ТВ. Ну помним, что в январе был у нас репортаж, вот и получается, что в мае очередная съемочная группа приехала в Марину Горку и опять же снимают, снимают репортажи, выкладывают. Ну это тема интересная. Ну вот и к нам частые гости. Подведение итогов недели. Дальше видеоблог Анатолия Юницкого ответа на вопрос номер 13. Вот это продолжение серии ответов на вопросов. Дальше инвестиционное предложение СТПАП 21 дисконтом 1 к 100. Ну вот то, что я говорил про повышенное улучшенные дисконты для инвесторов. Дальше 13 мая Испытания на прочность. Как тестируют металлоконструкции Skyway на выносливость? Ну естественно помимо тестов которые проходят на компьютере также естественно необходимо проводить испытания в физическом мире. То есть вот мы видим тут испытания и тоже кому интересно можете посмотреть как они проходят. Ответ на вопрос номер 14. Так Skyway идеальное сочетание опыта и инновации о бережном отношении к проверенным методам работы ЗАО струнной технологии. 18 мая Ну вот такой вот это наш высокоскоростной ЮниЛед который в статье сегодня вышла статья или вчера по-моему на РБК и там тоже дали название уже не ЮниЛед а ЮниФлэш то есть вот этому высокоскоростному транспортному транспортному средству который способен разгоняться до 500 км в час дали название ЮниФлэш он же ЮниЛед по-русски видеоблог ЮниИцкого мир после пандемии коронавируса ну и здесь тоже Анатолий даже размышляет о том ну какой мир то есть причины пандемии следствия пандемии и как это влияет на как мы вписываемся в эту ситуацию и как мы стоим в принципе на острие и как мы каким образом технология может спасти то есть от тех последствий от которых ну в принципе куда катится цивилизация и как вот коронавирус это одно из проявлений данного ну данного события так новая высота небесного пути Skyway на 25 телеканалах в арабском мире ну вот видите опять же ну Skyway центр внимания и мы видим 25 телеканалов в арабском мире транслируют ну это просто ну очень ну это просто ну смотришь и радуется как же все-таки ну мы актуальны и насколько все хорошо воспринимается там ну нашими партнерами 25 мая новые инструменты для клиентов NEMI ну про это на нас на это не будем вот дальше смотрим 27 мая Skyway кратко еженедельный дайджест новостей 28 мая новые вакансии RSV это пока тоже пропустим дальше 29 мая видеоблог Анатолия Юницкого ответы на вопрос инвесторов транспорт против коронавируса ну вот тоже можно посмотреть очень тоже будет интересно 1 июня промежуточный итог M3 с тренинга вот там они его начинали вот он делился как мы видим несколько месяцев этот тренинг вот ну и интервью с профессором Михаилом Орловым научно-методическим руководителем проекта по освоению основ Modern Trees ну то есть наши инженеры пошли полностью тренинг под личным под личным руководством Михаила Орлова это ну стоит дорогого дальше 3 июня уход от бумажного делопроизводства то есть ЗАО СТРНОТЕХНОЛОГИЯ переходит на электронный документооборот тоже это такое ну веха тоже определенная 3 июня видим компания полностью перешла на электронный документооборот то есть ну зачем в современном цифровом мире применять какие-то бумажные носители если в принципе все можно хранить на компьютерах это все можно дублировать в облаке где-то это все можно быстро мгновенно переводить между подразделениями давать ставить задачи то есть в принципе Компания находится на острие технологий, не только в проектировании транспортных средств, но и даже в введении документов делопроизводства. Я тоже считаю, что это заслуживает уважения, как минимум. 5 июня Unicom сможет перевозить пассажиров. Кто создает концепт будущих большинство транспортных средств? Одно из направлений, которое не было прописано в бизнес-плане изначально при строительстве SkyWay. Но это направление контейнерных перевозок возникло потом со временем. Это как запрос от людей, которые связаны в транспортной сфере. Как перевозить контейнеры? Потому что есть большие порты, приходит туда корабль, нужно его разгрузить, отправить. Это целая огромная логистика. И получается, что наша технология также может решить вот эти вопросы. Несмотря на то, что Unicom 50 тонн весит, наша технология позволяет также все это производить в автоматическом режиме. 8 июня мы создаем то, чего еще не было на рынке. Откровенное интервью о работе в SkyWay и отношении к персоналу. Отзыв одного из наших специалистов. SkyWay кратко о текущих событиях начала июня. Кстати говоря, очень... Вот посмотрите на этот слайд. Как-то он прошел мимо... Ну, в принципе, он как будто бы... Такое ничего особенного. Но если посмотреть на вот эти катушки, которые лежат за спиной Михаила Кориченко, это как раз таки есть струна. То есть, та струна, которую потом пропускают в... Ну, то есть, это основа струнной эстакады. Вот. И мы видим, вот, казалось бы, построить одну там дорогу небольшую. А сколько нужно катушек вот таких вот, видите, чтобы ее сделать. То есть, ну, это, ну, довольно такой интересный кадр. Дальше. 15 июня. Новый подход к архитектурно-строительному проектированию. Специалистами зала струнной технологии запущена система онлайн-мониторинга поэтапного возведения архитектурных объектов. То есть, еще одна инновационная система. То есть, мы помним 3D Experience, переход на электронный документооборот. Вот новая технология BIM. Building Information Modeling. Тоже интересная, ну, как это называется, особенность нашей инженерной компании. Дальше. Поезд на магнитной подушке. Он едет в тупик. Интервью Анатолия Ленинского в газете «Вечерняя Москва». Очередное интервью. Да, мы видим. Тоже о возрастающей мобильности современного человека и ее роковом влиянии на окружающую среду. В рамках цикла беседы о будущем журналист газеты «Вечерняя Москва». Поговорил с автором концепции, с Анатолием Ленинским. Тоже интересная статья. Дальше. 19 июня. Положение о публичном конкурсе на тему Skyway. Ну, это тоже конкурс для студентов. Было обновлено положением. Видеоблог Анатолия Ленинского. Вся правда об интеллектуальной собственности Skyway. Ну, все инвесторы знают, что при инвестициях они получают, по сути, долю вот в этой интеллектуальной собственности. То есть, это, ну, если взять вот, как апельсин, да, то долька, как каждый, кто инвестором существует, он получает какую-то маленькую долечку от этой интеллектуальной собственности. Дистанции надо бегать до конца. Интервью с профессором Михаилом Орловым. Это тоже уже, видимо, после сдачи экзаменов тоже можно посмотреть. Начало второй фазы строительства инвестиционного центра Skyway в ОАЭ 26 июня. Генеральный директор научно-исследовательского технологического парка Шарджи объявил об успешном завершении первой фазы строительства. То есть, первая фаза была завершена 26 июня 2020 года. Дальше. 29 июня мы позволили себе сфокусироваться на тех разработках, которые представим в конце этого года. Откровенное интервью с топ-менеджером Skyway Андреем Зайцем. Тоже было хорошее интервью. Вот, кто не смотрел, пересмотрите. Откровенное, вот первых лиц в менеджменте. Дальше. 30 июня. Условия степап изменяются. Но это пока пропустим. Начало частичной расплакировки токенов 1 июля началось, да. Ну, так как криптоплатформа пока еще в стадии таком тестировочной, но на это пока не будем останавливаться. Дальше. 3 июля. Экофест 2020. Быть или не быть? Ну, и очередной вопрос, который возник. Быть или не быть Экофесту? Ну, и, собственно, его решили ежегодно Экофесту отменить летом. Ну, и многие расстроились по этому поводу. Ну, мы все знаем, что потом Экофесту провели, но не в живом режиме, а в онлайне. Вот. И Антур Юницкий ходил по Экофестнопарку и рассказывал лично о достижениях. Вот. Ну, и люди из всех стран наблюдали за этим действием в онлайне. 6 июля. Экологические аспекты струнного транспорта. Skyway в центре внимания профессионального сообщества. Тоже, ну, это очередной шаг. Вот как московское, так вот и здесь следующее тоже профессиональное сообщество. 8 июля. Трансферы. Новая пользовательская возможность на платформе Skyway Global. Skyway Global допустила новый инструмент, позволяющий защищать переводы между пользователями платформы. Ну, пока тоже на этом остановиться не будем. Это платформа криптотокенов. Дальше. 60 июля. Такого надежного, такого экономичного и такого эффективного транспортного средства в мире больше нет. Анатолий Юницкий об инновациях, сертификациях, новых разработках и проектах Skyway. Тоже можно посмотреть. Управление рисками. Кто обеспечивает надежность алгоритмов Skyway? Ну, вот тоже мы видим здесь сервисок 3D Experience. Вот. И это тоже одна из, видимо, особенностей данного программного обеспечения. Skyway-центр внимания на международном IT-соревновании. За Пальму первой сражается управление автоматизацией бизнес-процессов заостроенной технологии. Ну, то, что мы уже чуть выше обсуждали. Компания перешла на электронный документооборот. Вот, видимо, было такое даже соревнование, у кого, кто же лучше автоматизирован среди других участников. 17 июля. Еще буквально два дня. Еще буквально два дня. Три назад я говорил о том, что мне это не нравится. Вези деликации Белорусского гостехнологического университета на производство Skyway. Ну, вот, я помню этот тоже репортаж, когда студентов привезли посмотреть. Ну, и многие, те, кто не сильно разбирались, они, ну, где-то начитавшись негативных статей, где-то еще что-то, где-то, ну, просто там не веря, что в нашей стране что-то можно сделать, были настроены довольно скептично, но потом эти студенты походили по участку и, ну, были прям, ну, довольно счастливы. И вот даже такой отзыв, что буквально два дня назад я, мне это не нравилось, а сейчас мне это нравится, я готов даже посвятить, ну, то есть какие-то дальнейшие годы своей жизни данной технологии. Дальше, смотрим. 20 июля. Языка технопарка с любовью. Виртуальный тур по центру демонстрации испытаний международной сертификации Skyway. Ну, тоже вирту. Еще один. А, ну, здесь не то, что виртуальный, а здесь с отзывом одного из специалистов. Конструкторы Skyway добились показателей плавности хода выше, чем в автомобилях бизнес-класса 22 июля. Ну, тоже мы, это тоже интересно. Ну, естественно, ровность пути обеспечивает необходимый, ровность передвижения, а также, ну, подвеска. То есть, ну, видим, что садясь в кресло, допустим, там, не знаю, Rolls-Royce, мы будем чувствовать себя точно так же, как садясь в кресло нашего Юникара, там, Юнибуса. 24 июля. О мире материальном. Из каких материалов выполнен подвижной состав Skyway. Тоже, ну, кому интересно, можно посмотреть. 27 июля. Инженерный локомотив Skyway. Кто определяет облик транспорта будущего? Ну, мы здесь видим такие футуристичные картинки. Вот, как это все можно строить, будет в дальнейшем. 29 июля. Струнный транспорт Юницкого снова на центральном ТВ. Ну, видим, опять же, зачастили. Это уже, наверное, третий репортаж мы насчитали, да? Снова приезжают, смотрят и транслируют. Spaceway. Как единственный путь развития цивилизации. 31 июля. Цикл научно-популярных подкастов о безракетной индустрицизации космоса. Тоже интересно. 3 августа 2020 года порвем всех и вся. Новая испытательная разрывная машина прибыла на производственный комплекс. Ну, насколько я помню, там, да, были испытания. И с помощью этой машины, тоже интересно, тестировали материалы на прочность. Брали и, ну, зажимали по краям и растягивали. Ну, и таким образом, вот этот, ну, испытывают на прочность, там, металл, там, ну, все что угодно, там, или какие-то другие материалы. Вот, поэтому посмотрите, как это происходит, ну, в реальности. Дальше. 5 августа интеллектуальный центр Skyway переехал в новое офисное здание. Ну, мы помним, что как раз в конце января купили данное здание. Потом, там, по-моему, около двух месяцев оттуда выселялись предыдущие арендаторы. Вот, ну, и потом его потихонечку начали оборудовать, переводить мебель, вот, заселять. Мы видим, что 5 августа, то есть спустя примерно полгода, интеллектуальный центр Skyway переехал в это новое офисное здание. Так что, ну, вот, с чем мы нас и поздравляем. Значит, Skyway кратко. 7 августа 2020 года. Здесь, ну, серия видео тоже на английском, на русском и так далее. 10 августа 2020 года финансовый аудит за острые технологии. То есть, тоже иногда задают вопрос, ну, покажите вашу какую-то финно-отчетность, или покажите, ну, действительно ли вы там существуете, или какие у вас там показатели, или какие у вас там активы. Тоже для тех, кому это интересно. Вот, у нас 10 августа есть аудит за острые технологии, где можно посмотреть, как все активы компании. Ну, там не в расширенном составе, но в кратком баланс, как минимум, всегда выкладывается. Поэтому можно смотреть. Не каждая компания такое себе позволяет делать. 12 августа. Путь в Европу через сертификацию. Новость управления подвижного состава за острые технологии. Ну, опять же, сертификация. Ну, чтобы попасть в Европу, нужно быть сертифицированным. Ну, в принципе, в любую страну, чтобы попасть, нужно пройти сначала сертификацию. Почему транспортный комплекс уникален? Ну, первый выпуск – это как раз-таки серия тоже из видеообзоров об уникальности технологии. И вот это ее начало. Подноготная технология из уст ее создателей. Тоже, кому интересна техническая часть, можно смотреть. Дальше. Программа Spaceway как единственный возможный сценарий спасения землетизации. 17 августа. Цикл научно-популярных подкастов о безракетной индустриализации космоса. Ну, те, кто в проекте давно знают, что в Вениско, помимо Skyway, есть еще и Spaceway, небесный путь. Ну, и здесь рассматриваются также все его сценарии, ну, и развитие, и, в принципе, зачем он нужен для человечества. То есть, очень довольно хорошо описывается. Дальше. 19 августа. Почему транспортный комплекс уникален? Выпуск номер 2. Номер 2. Тоже продолжение. Дальше. 21 августа. Эко-технопарк и СВИК. Почувствуйте разницу. Ну, СВИК это, если так уже, это Skyway Innovation Center в Шарже. То есть, инновационный центр в Шарже. Поэтому у нас, то есть, Эко-технопарк в Марино-Горке и СВИК в Шарже. Step-up снижение дисконта. Дальше. 24 августа. Знаете, был такой момент, когда мы как будто бы зависли в воздухе. Ну, это наш Светлана Волошина, которая начальника отдела адресных проектов, или даже сейчас уже начальник управления по развитию бизнесом, наверное, уже сейчас стала. Вот, и она делится своими впечатлениями о том, как прошли вот эти первые половины года и, ну, ее личные впечатления, ну, после такого посткоронавирусного периода. 26 августа. Skyway. Транспорт будущего. Струнный транспорт в документальном проекте Russia Today. Ну, тоже очередные гости приезжали, снимали ролик. Там этот товарищ гонял на автомобиле. Соревновался, кто быстрее проедет, он или Unicar. Ну, и тоже такое, ну, интересное было видео. 28 августа. Парк компьютерной техники Skyway настолько развит, что даже новый сотрудник сразу садится за рабочее место с топовым железом. Это интервью IT-директора, который рассказывает, насколько тоже все автоматизировано. И каждый новый сотрудник, ну, не знаю, там, уборщица, включая уборщицу или нет, но садятся за рабочее место. Ну, и не надо, наверное, садиться. Вот, поэтому садятся, те, кто ИТР, садятся за компьютеры сразу с топовым железом. 29 августа 2020 года изменяется там, это про дисконты, пропустим. Так, дисконты. Ну, и про дисконты поговорим чуть в конце, чуть позже. Тоже нам, Олег Тарасов расскажет про дисконты. Что у нас, какие дисконты есть новогодние сейчас для инвестирования. Итак, 3 сентября. Почему транспортный комплекс Skyway уникален? Выпуск номер 3. Ну, вот это продолжение той серии. Дальше. 8 сентября. Итог ежегодного конкурса выпускных квалификационных работ. Ну, и вот мы видим, ну, были озвучены результаты конкурса студентов. Вот, было прислано, по-моему, там, то ли от 10 до 15 работ было прислано. Ну, и тоже был объявлен победитель. Ну, и тоже вознагражден. Описание конструктивных элементов астроинженерной транспортной системы Spaceway. Ну, это продолжение, да, цикла подкастов о безракетной индустриализации космоса. 14 сентября. Перезагрузка земной индустрии на космический вектор развития. Тоже продолжение этого цикла. И где Юницкий собрал целую конференцию. Вот, конференцию по безракетному освоению космоса. И это была третья конференция. Вот, ну, и мне посчастливилось даже там присутствовать. Вот, это целый день мы слушали инженеров. То, как куда, какие были успехи в развитии. То есть, это уже, ну, сейчас это уже как ежегодная, как ежегодная такая конференция, которую проводят Юницкий по вот этой космической теме. 15 сентября. Это у нас дисконты. 17 сентября. Почему транспортный комплекс Каев уникален? Четвертый выпуск. Продолжение. 24 сентября. Один из самых грандиозных космических проектов в истории человеческой цивилизации. Ну, вот здесь, кстати, вот эта фотография участников конференции. Вот, я вот здесь сижу слева. Слева в голубом пиджаке. Я тут... Можно тоже меня видеть сзади. Вот, здесь были также Владимир Маслов, вот, Олег Тарасов, Сергей Дорофеев, Николай Камисорук. Вот, то есть, наши, наши лидеры также приезжали и здесь присутствовали. 30 сентября. Юницкий Team Day. ЗАО «Солнительные технологии» провело крупнейшее в истории корпоративное мероприятие. Ну, мы видим, вот тоже сотрудниками нужно выходить на природу, нужно проводить командно-образующие игры, мероприятия. Вот, ну, в том числе, если это и проводится на своей площадке в Марьиной Горке. 1 октября. Faces of the Future. Голограмма с вашей фотографией. Это один из пакетов инвестиционных, вот, который позволял подарить, ну, людям собственные изображения в музее в Экотехнопарке. Вот, ну, многие предлюди воспользуются этим предложением. Экофест 2020 онлайн. Ну, то самое мероприятие, которое летом отменили, вот, но зато его провели потом в ноябре. Вот, о чем объявили 14 октября. Итак, дальше. 16 октября делегация правительства Эмирата Шарджи посетила СВИК. Ну, это уже не первое посещение. То есть, кстати говоря, почему-то они происходят именно всегда осенью. То есть, в прошлом году осенью также была делегация, очень высокая делегация. Вот, ну, и мы видим, что 16 октября, видимо, через год мы решили посмотреть, что же было сделано. И также посетили, ну, вот, правительственная такая делегация. 22 октября. До Кафеста 2020 остался один день. Так, 26 октября. Кафест состоялся. Ну, кто смотрел, молодцы. Кто не смотрел, обязательно пересмотрите. Особенно те места, где говорил лично Юницкий. То есть, его, во-первых, подведение итогов за год. А во-вторых, это планы на будущий год. То есть, и в том числе про адресные проекты, которые у нас планируются. И про, ну, то есть, много моментов про текущее состояние. Поэтому рекомендую послушать. Первое ноября. Две новости, которые сделают ваш день. Ну, там, что-то было по маркетингу, по-моему. Почему транспортный комплекс Skyway уникален? Пятый выпуск. Skyway в европейском фокусе внимания. Наш проект успешно развивается не только в ОАЭ. То есть, мы видим тоже, да, что в Европе проводится и популяризируется наша технология. Skyway в Европе продолжение. Тоже оттуда же. Дальше. 30 ноября. Шаг навстречу инвесторам. Продолжение дисконта. 2 декабря. Публикация об инновационном центре Skyway на РБК. Ну, тоже очередная статья на РБК. Вот. И успешное завершение строительства первой линии Skyway. То есть, мы помним, что в июне была новость о том, что было завершение первой очереди. Вот. А здесь уже у нас успешное завершение первой линии. То есть, всего у нас линии в Шардже 4. И, получается, первую линию, как раз вот 2 декабря ее и достроили. 4 декабря к 21 году готовы. Как выглядят сегодня производственные мощности Skyway. Ну, кому интересно, тоже можно посмотреть, как на сегодняшний день, что у нас, какие станки, какое оборудование можно посмотреть. 7 декабря продисконты. Так. 15 декабря. Новогодняя акция с дисконтом 1х100 стартовала. Ну, про эту акцию у нас расскажет Олег Тарасов. Сейчас я на этом не буду останавливаться. 18 декабря. Почему транспортный комплекс Skyway Unicallium? 6 выпуск. Время и награничения карточками Visa и MasterCard. Ну, и, наверное, последняя статья. Это компания Unisky Stream Technologies подвела итоги 2020 года. Тоже статья, по-моему, там тоже в РБК. Вот. Ну, это кратко. Мы посмотрели самые основные новости за этот год. Вот. Я надеюсь, вам было интересно. Ну, по крайней мере, я пролистал, вспомнил все события, все события, которые у нас были в этом году. Вот. Сейчас мы, наверное, немножко... Я остановлю. Так. Настя Степина пишет. Отличный год. Еще одно событие. Потрясающе этот год. День города в Марино-Горке летом. В июле. И подарок Анатолия Дорочевницкого жителям города. Это салют, не имеющий аналогов в Беларуси. Ну, да. Да, да, да. Было. Нам прислали видео, смотрели, как там проходил салют. Вот. Поэтому, да. Такое тоже интересное действие было. Ну, в общем, на этом я, наверное, остановлю трансляцию. Сколько у меня заняло времени? Ровно час. Какие, может быть, есть вопросы? Вот. Вы, наверное, пока, если какие-то вопросы есть, ну, так, если подвести, наверное, еще раз итоги, ну, то, что мы просмотрели. Купили из крупных событий, купили целое здание. Для инженеров. Пережили успешно пандемию. То есть, за это время там записали и блоги, и интервью с разными специалистами. Прошли тренинг инженеры по ТРИЗУ. Тоже немаловажное событие. Достроили первую трассу в Шардже. Тоже хорошее событие, значительное. Начали в экотехнопарке Skyway еще две трассы. То есть, к тем пяти существующим еще две начали. Вот. Тоже было, множество было посещений, как белорусских репортеров прессы, так и российской. И были делегации, в том числе, хоть и был и... А, ну, это, в принципе, в начале года у нас были делегации. Там немецкая была делегация и монгольская. Ну, и что у нас еще там было? Ну, и, понятное дело, условия по дисконтам. Так, ну, Олег, ты, наверное, готовься к включению. Вот расскажешь нам про акцию новогоднюю 1 к 100. Сейчас я тебе дам роль спикера. Вот, можешь включаться. Кого есть вопросы, задавайте. У нас как раз будет... Да, Олег, видно тебя отлично. Вот, с первого раза. Ну, и, в принципе, я, наверное, тебе передам слово, а пока тем временем я загружу твою презентацию. Поэтому, ну, передаю тебе микрофончик. Стив, здравствуйте. Да. Слышно меня хорошо? Ну, отлично. Слышно, хорошо. Алексей очень много рассказал. Конечно, столько событий. И хотелось бы поподробнее про какие-то отдельные вещи. Потому что все, что я услышал, конечно, это все, оно проходило, проходило. Вот, поэтому я сейчас все-таки озвучу вот эту сегодняшнюю статью. Она не в РБК, она в Коммерсанте. Вот. И более подробно расскажу. Постараюсь быстро, потому что действительно событий было целый год очень много. Вот, мы в час не уложились, но действительно, я согласен и с Леной. Даже вот такое замечательное событие, я даже тоже его выставлял на Facebook. Когда там просто, у меня там есть люди, которые живут в Марьиной Горке. Они были просто поражены. И когда я тут выставил на Facebook, они говорят, ты имеешь отношение к Skyway? Я говорю, да, имею. В общем-то, и люди просто аплодировали там и говорили, если есть возможность, ты давай огромный привет. Это такой был праздник. Такого не было за, насколько я помню, 65 лет вроде было в Марьиной Горке, городу или 60. Ну, в общем, был юбилей. Вот. И, конечно, я не знаю, это Лена, наверное, снимала. Да. Ну, я, в общем-то, нашли видео, где, и, конечно, тоже высказали, шикарный салют. Вот. Похоже, я видел, ну, первый салют я видел в 4 года в Москве. Потом, когда мне было уже 30 лет, я был в Швейцарии жил. И вот такой салют, который был и там с озера Лага де Лугана, и с высоты, и с лодочек. Вот это тоже меня, это второй раз меня поразило. Ну, третий, к сожалению, я не был сам лично в Марьиной Горке, но даже через видео я был просто поражен, восхищен. И, конечно же, это прекрасное событие такое, конечно, хочется увидеть. Я думаю, что когда наш транспорт поедет Анатолий Эдуардович Веницкий, наверное, сможет подарить это всем инвесторам. Вот. Такой замечательный салют. Так, ну что, Алексей, я свои три минуты отговорил. Ты меня включил, у меня презентация нет. Да, она как раз уже разогрузилась. Так что спасибо Лене за напоминание. Вот. Но, да, действительно, кто-то замечательно снял. И, в общем-то, прекрасное, прекрасное видео. В ленте оно у меня тоже висит, осталось в Фейсбуке. Вот. Но, еще раз повторюсь, что, конечно же, мы все, сейчас у меня загружается, мы находимся все в такой ситуации, когда, в общем-то, ходим на занятия, и нам, когда преподаватель разжевывает. Вот. Поэтому я, Леша, могу сказать так, Леша, вы тут посмотрите, вы тут почитайте, вы тут пересмотрите. И пересмотрите, так, конечно, в общем-то, не получается, потому что событий очень много. Поэтому я сегодня посмотрел вот эту вот статью, в общем-то, я вам уже делал презентации, ссылаясь на, скажем так, Коммерсант. Там были у нас тренды ковидного года, да, вот. И, в общем-то, действительно, там очень много статей, бизнес-статей, потому что Коммерсант, в общем-то, так, уже и согласно своего названия, и рассчитано на то, что именно вот бизнес отслеживает во всем мире, вот, в частности, в большей степени в России. Ну, статья, именно пресс-релиз, так называемый, оказался именно в, оказался в Коммерсанте. Так вот, смотрите, сегодня вышло 23 декабря, именно в среду, то бишь, сегодняшним днем. Вот, значит, называется компания, и у нас теперь идет такой ребрендинг, да, чтобы, вот, ну, можно читать Unisky, можно читать Unisky, String Technologies, в принципе. Фамилия, вот, ну, я знаю, Суходовь, Unisky читает, вот, но, в принципе, мы говорим, что Unisky и String Technologies, да, подвела итоги 20-го года. Значит, хочу сказать, что фотографии, это, ну, многие зададутся вопросом, что это за дерево и так далее, там внизу написано, что это именно вот инновационный центр, это в Шарже, то есть вот он так называется, что научно-исследовательский технологический инновационный парк Шарже. Вот там, где находится этот американский университет, и вот я специально взял заставочку именно этого инновационного парка, вы можете тоже зайти, то есть набрать вот так вот Шарже, и там действительно в нашей заставке, мало того, что показан Unibus, там еще и показан Анатолий Эдуардович Unisky, потому что там 6 или 7 фотографий меняется, и вот мы можем сказать о том, что действительно мы являемся, там 21 партнер заявлено, но именно Unisky и компания действительно вот они находятся в заставке, то есть, поэтому это вызывает гордость. Ну, значит, о чем в этой статье, значит, я просто подробно про эту статью, значит, благодаря фокусу на инновации, международные стандарты, качества и переводы, и передовые IT-решения, вот для инженеринга и строительства надземных транспортных решений, компания показала стратегический рост как в Восточной Европе, так и в регионе Мена. Значит, регион Мена, чтобы вы понимали, это, скажем так, называется Middle East и North Africa, то есть, Ближний Восток по-нашему, да, и страны Северной Африки, это, получается, там 7 стран, ну, Северную Африку вы более-менее знаете и посмотрите. Ну, в общем-то, ключевой инновацией вот этой транспортной компании является запатентованной, то есть, сегодня вот Суходоева, если я тоже смотрел, он говорит, что мы переходим ни на какие-то не струнные технологии, это, значит, там, надо уже переходить на бизнес такой язык, поэтому обращают внимание, что если мы серьезно занимаемся продвижением данных технологий, мы говорим так, что это теперь запатентованная технология преднапряженных путевых структур. То есть, она вот по английской аббревиатуре звучит PTS, вот, и поэтому вы можете уже, ведя переговоры, если есть серьезные, в общем-то, партнеры, то можно вот такими уже применять вот такую аббревиатуру и такие вот, значит, термины. И, смотрите, значит, она позволяет на треть увеличить, значит, стоимость, сократить, точнее, на треть стоимость строительства и эксплуатации транспортной системы по сравнению с обычным монорельсом на треть, по сравнению с железной дорогой в два раза и в пять раз с автомобильной дорогой. Вот. Далее, получается, главное достижение, вы видите здесь Надежду Косареву, вот, генерального директора Unitsky Stream Technologies, и она говорит так, что, безусловно, основным комплексным достижением, вот это тоже очень важно, обратите внимание, я выделял, но у меня почему-то не выделилось, да, значит, получается, переход, считаем, вот этот год, чем он, интересно, завершаем, что является переход от стадии R&D, то есть, и производства первых, вот, смотрите, минимальных viable product, то есть, минимальный жизнеспособный продукт, то есть, вот это крайне важно, когда вот я вам рассказывал, допустим, про Тесла, когда вот он выпускал машину, то есть, первая машина вот выходит, он там за голову хватался, Илон Маск, что там было 200 тысяч долларов машина, да, вот сейчас она стоит 35 тысяч, ну, такой средний вариант, да, то есть, вот последняя, допустим, у них модель. Так вот, получается, так вот, в этом году, наконец-таки, совершилось от стадии именно вот этих производств первых продуктов, да, к стадии серийного производства и открытых коммерческих продаж на международном рынке. Ну, я вас могу поздравить, потому что, в принципе, о чем говорит Владимир Маслов, о чем говорит, там, скажем так, Суходоев Алексей, то, что мы движемся именно вот от стадии, там, штучного продукта к стадии к серийному производству, вот о чем здесь говорится в данной статье. Дальше, значит, страны Мена, я уже сказал, вот Миддл-Ист и Норс-Африка в переводе, да, это, значит, стало, что важно, что, прочитаю вам, чтобы подтверждение этого стало завершение строительства надземного транспорта конкурсов Шаржа, да, вот, ну, в технологическом этом парке, вот, о конторам компании публично сообщила в декабре, это было действительно в РБК+, вот, это позволит ей в новом году наращивать свое присутствие в этом регионе Мена, да, предлагая рынку уже готовые транспортные решения, адаптированные под климатические, географические особенности региона. Далее, получается, продуктовый портфель, что представляет модельный ряд, значит, модельный ряд пассажиров, вот тут вот важно заявить о том, что перевозка, о чем мы говорим в условиях ковида, да, в том, что, действительно, речь у нас идет от, допустим, от 4, допустим, 6 человек, вот, вместимость сюда у нас есть до 48 человек, опять-таки, вы знаете, что есть такие тенденции, что больше 50 там не собираться, то есть, вот тут даже 48 человек, и пассажиропоток получается 50 тысяч человек в час по каждой стакане, да, это очень большой пассажиропоток, а цена всего получается 10 центов за пассажирокилометр, и на скорости 150 километров, вы сейчас знаете, что было заявлено, что уже будет построено 5 станций на автомобиле, быстрым уходом можно добираться 25 минут, согласно вот этому проекту, который сейчас будет осуществляться, можно сказать, уже адресный проект, это будет пассажирской перевозки, все вместе с посадкой, вместе с, скажем так, высадкой пассажиров, это будет не больше 10 минут, вот такие скорости, вот мы о чем говорим, что действительно, все у нас идет вперед, но транспорт у нас тормозит, и мы стоим на месте. И линейка грузовых транспортных средств, вы знаете, что Анатолий Юницкий заявил на Кафесте, когда он сказал, что у нас действительно, в первую очередь адресного проекта, который 100 километров, да, планируется, вот я специально эту фотографию сделал, проемы по 288 метров, да, и вот обращаю ваше внимание, что цена при скорости 130 километров, контейнер, вот о чем Алексей говорил, да, 50 тонн, вот это будет все, Unicorn вместе с контейнером, да, будет всего 1 цент на тонну на километр. Вот почему мы и говорим, мне понравилась фраза, в общем-то, как сказал Владимир Маслов, мы перестали бегать за, скажем так, за адресными проектами, понимаете, то есть за теми, кто хочет эти адресные проекты, теперь они, видя все это, они сейчас начнут выстраиваться в очередь, вот поэтому вот это очень важно для тех людей, когда спрашивают, когда, 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 то есть если вот это вот знать, какая стоимость, какие возможности, и действительно, вот как Алексей говорит, что чем вот грузовые перевозки хороши, что действительно здесь мы прям берем с моря контейнер, без всяких, в общем-то, без строительства дополнительных станций, и называется это последние мили, когда мы можем доставить непосредственно то место, где этот контейнер должен приходить, то есть вот это очень важно понимать, что не нужно никакие посредники дальше, в общем-то, в этой технологии. Ну вот, это было строительство, это еще из прошлого репортажа, когда вот мы тоже смотрели, когда там вот это строилось, но сейчас уже гораздо, видите, больше. То есть арабы именно вот на этот проект вкладывают надежды большие, и, в общем-то, конечно, как только будет заявлено и сертифицировано, будет продолжение уже с использованием их средств, то есть это, может сказать, адресный проект. Вот, действительно, сегодня в этой статье было сказано о том, что теперь мы привыкли уже к Юни-Лед, Юни-Лед, хотя там был там Юни-Ибус, там и цифры числа были называли, теперь вот решили такое вот, как вспышка, называть его Юни-Флэш, что действительно, как пролетает, как вспышка, как молния, вот таким вот образом, со скоростью там 500 км в час, вы знаете, но я из статьи не выбрасывал никакие тут цифры, было написано 300-500 км в час, но вы знаете, где какие повороты, если будут, так будет немножко уменьшать. Вот, поэтому здесь мы только ждем, потому что именно созданием такого вот Юни-Флэша, да, уже будет закрыт 15 этап, пока у нас еще финансирование не готово, ну, не есть полностью собраны эти деньги, да, поэтому вот как только это будет все сделано, значит Юни-Флэш будет летать, можно сказать, да, вот с такой огромной скоростью. Ну, еще в этой статье сказано о том, что в 20-м году, вот Алексей очень много говорил, действительно, там столько статей, столько разных, ну, вот, интеллектуальная собственность опять была, получила еще 26 новых международных патентов за это время компании, да, и зарегистрировано 13 торговых знаков. Опять-таки, получила подтверждение, продлила ISO 14001, да, это говорит, этот стандарт позволяет, значит, сокращение воздействия на окружающую среду при одновременном сохранении рентабельности производства. Вот такой вот стандарт мы опять-таки подтвердили, да, вот. Ну, и опять-таки, повторюсь, это вот из прошлых у меня, значит, тенденции, значит, три ключевые отрасли, которые решаются не только сейчас в ОАО, да, но и также в мире, то есть данные технологии позволят, да, вот, UST, называется теперь, да, Юнистские стринг-технологии позволяют увеличить грузовые пассажирские потоки в существующих городах, важно, без вмешательства в уже существующую инфраструктуру населенных пунктов. Второе, связать и оптимизировать грузопоток между труднодоступными добывающими месторождениями, промышленными центрами, удаленными транспортами, хабами, портами, аэропортами и так далее, там, да, и третье, обеспечить экологически чистое транспортное сообщение с нулевым уровнем загрязнения окружающей среды. Вы знаете, это очень важно, вот, когда работаешь в Америке, в Северной Америке, там, в общем-то, в Южной Америке, это для людей очень важно, вот, они на это очень сильно обращают внимание. Поэтому многие именно откликаются, что здесь именно вот этой зеленой технологии, которые действительно позволяют наращивать мощь, при этом не, в общем-то, не убивая природу, не убивать природу. Поэтому вот такие три ключевые отраслевые задачи, которые решает Skyway. Ну и уже время мы уже, как говорится, перетянули, спасибо. Вот, так что смотрите, действительно есть такая интересная сейчас акция, в общем-то, многие расстроились, вот была акция, скажем так, предыдущая тоже на 5000, там, когда было, да, вот, Faces of Future, да, ну, может быть, она и вернется, но сейчас вот такая новогодняя акция, действительно, Алексей правильно говорит, что это и Алексей Новомоевич, и Алексей Суходоев, что это не надо говорить, когда там будет в будущем. Сейчас есть такая замечательная акция, опять-таки, с дисконцией 2017 года, это 1 к 100. Вот видите, я там фиксировал, когда 23 дня осталось, 4 часа, сейчас уже гораздо меньше осталось, вот, и там условия действительно разные, но, значит, в первую очередь могу сказать, 3 пакета есть, да, 3 пакета, это, значит, 250 долларов, то есть можно, можно единовременно, можно в рассрочку по 25 долларов на 10 месяцев, есть 500, опять-таки, а, простите, простите, на 5 месяцев, да, по 50 долларов, есть на 500 долларов, опять-таки, на 5 месяцев это по 100 долларов, и 1000, вот, 100 тысяч, получается, акция, это на 5 месяцев по 200 долларов. Значит, тут получается, вы имеете три подарка, вот как я, допустим, могу раздать три подарка, это в первую линию, но здесь еще есть такая вот дополнительная акция, то есть мы можем привлечь своих старших товарищей, кто-то может быть слышал все, может быть кто-то захочет опять-таки тетям, мамам, дядям рассказать, бабушкам, дедушкам я уже не беру, как говорится. Можно им подарить, да, ну в общем-то получается и для людей, которых старше 50 лет, вот у меня такая случилась тенденция, тоже я даже, когда эта акция только вышла, у меня как раз женщина не смогла там вовремя зарегистрироваться, верифицироваться, и потом говорит, ой, 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 я теперь не опоздала вот на эту акцию, там 1 к 80, и тут приходит новогодняя акция, а ей как раз 60 лет, вот и получилось, что она себе взяла пакет, вот на 500 долларов, и в общем-то осталась очень довольна, потому что вот этот дисконт, он даже выше, чем тот, который был. Поэтому эта акция продлится до 15 числа, почитайте, это есть в нашем кабинете, кто не знает, действительно, чтобы потом, я думаю, что эти акции, как мы говорим о том, что возможно, раз у нас идет такая тенденция, вот, Миддл Ист, Ближний Восток, Африка, хочу еще сказать, что проект уже Маслов озвучил о том, что есть уже даже такой проект во Вьетнаме, то есть, действительно, как говорил Анатолий Эдуардович, что проектов может быть много адресных, и мы, в общем-то, стоим уже на пороге такого, знаете, как вот, чтобы бутылки, то есть, выстрел бутылки шампанского, может быть и так. Поэтому могут прийти крупные инвесторы, вот, и мы тогда уже, как говорится, будем, возможно, потеряем такие вот возможности. Но сейчас вы знаете, кто не знает, кто первый раз слушает, что всего сейчас за 1000 долларов можно купить всего вот на последний момент в рассрочку 31 тысячу акций. Здесь, получается, за 1000 долларов можно купить 100 тысяч акций, то есть, больше, чем в 3 раза больше. Поэтому обратите ваше внимание, вот, а я на этом прощаюсь, да, говорю до свидания, вот, надеюсь, что я не затянул со временем. У тебя времени, да, спасибо, благодарим, благодарим, было меньше, я, видимо, его скушал, ну, я хотел, да, сделать такой экскурс по всему году, поэтому тут тоже вроде быстро не пройдешь, вот, ну, да, я думаю, что какое-то такое понимание в голове, я думаю, что сформировалось, что было, что было в этом году, ну, мешка пробежали, вспомнили и так далее. Благодарю еще раз, да, за, вот, коммерсант, газета «Коммерсант», репортаж, ну, и, в принципе, я думаю, что, если вопросов больше нету, ну, ребята, отличный тандем, спасибо, Елена, вот, мы стараемся, вот, поднимать разные темы, ну, интересные темы, ну, прежде всего, темы должны быть интересны нам, самим, чтобы это было, ну, и вам интересно тоже, вот, поэтому, вот, кто, какие у нас мысли возникают, мы каждый раз пытаемся разнообразить, чтобы это было не просто скучная, там, презентация одинаковая, вот, ну, и чтобы это было и полезно, и интересно, и все вебинары проходили на позитивной ноте. Ну, в общем, если вопрос есть, задавайте, вот, если вопросов нет, мы тогда прощаемся до следующей среды, вот, следующая среда у нас, мы будем, скорее всего, ну, если соберемся, это будет в зуме, вот, в зуме пообщаемся, просто уже так поздравим друг дружку, ну, без каких-то официальных, наверное, речей, вот, поздравим, ну, поприветствуем, ну, это будет 30 декабря, вот, ну, и уже увидимся в следующем году. Так, ну, в принципе, тогда, наверное, сейчас, если вопросиков нету, то ставлю финальный ролик с презентацией, ну, и, в принципе, на этом мы будем тогда прощаться. Ну, вот, вопросов нету, ну, тогда все, всем пока-пока, вот, ну, и до новых встреч! К 2050 году в мире удвоится число автомобилей, два раза больше пробок, два раза больше выбросов в атмосферу, два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до трех раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на Земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование Haas, которые применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил два гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представлен на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». Пять типов трасс, 11 видов струнного транспорта и тысячи пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway – Шаржин. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway – это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Субтитры создавал DimaTorzok